Дорогие друзья, сегодня в литературной гостиной журнала «Симбирск» дорогой гость – поэт-фронтовик Евгений Степанович Ларин. Евгений Ларин был другом Николая Николаевича Благова и писателя-земляка Анатолия Жукова. Евгений Ларин – свидетель тех страшных лет России, о которых писали большие поэты, фронтовики. И он сегодня до нас доносит простую и жестокую правду тех лет. Он сегодня нам рассказывает о своих погибших друзьях-фронтовиках и о дружбе с большими настоящими поэтами советского прошлого. Мы очень рады приветствовать Евгения Степановича Ларина у нас в гостях. Поскольку мы идем сейчас к великому событию, 75-летию Победы, естественно, на это событие мы не можем обойти. Мне и на фронте приходилось писать о солдатах, о живых, о конкретных людях, потому что даже, я бы сказал, ряд моих стихов, вот по сути дела очерки в стихах, а люди всегда конкретные. Ну, в частности, был у меня друг, земляк мой, Аглиулов Шавкат, дорогой мой ровесник, Аглиулов Шавкат, мой земляк и мой друг, однокашник солдат, мой земляк и мой друг, Аглиулов Шавкат. Сколько вместе прошли мы, ты знаешь и сам, по болотам и топям и литовским лесам. В то осеннее утро штурмовали мы в зод, ты услышал, как справа замолчал пулемет, И, глазами сверкнув, ты метнулся туда, и на нас в контратаку устремилась орда. Немцы ближе и ближе, ну и мы ближе к ним, И как раз в это время затотакал Максим, Как понятно была его длинная речь, Что заставила гадов моментально залечь. Не давая фашистам поднять головы, ты косил и косил их, как стебли травы, И бросал командир в твою сторону взгляд. Хорошо, Аглиулов, молодчина стал шавкат, И когда раздолбали мы гранатами в зод, то не слышали, как замолчал пулемет. А когда подбирали мы погибших солдат, Я увидел тебя, Аглиулов, шавкат, Ты бессильно рукой обнимал пулемет, И горячая кровь заливала твой рот. Все закончено, Женька, Говорил ты с трудом, Не вернуться мне, не увидите мне в Волге, Не вернуться в свой дом, Напиши моей маме, Передай ей поклон, А деревня Поповка, Чердоклинский район. А еще у меня там есть девчонка одна, Я любил ее тайно, Но не знала она, На Илья синеглазая, Напиши на Илье, Нет другой синеглазой татарки в селе, Может, вспомнит, И пала на грудь голова, А любимой последние были слова. Отгремели сражения, Отгремела война, И оглохла от выстрелов На земле тишина. Я вернулся в Заволжье После трудных дорог, Но наказ однокашника В сердце сберег. Я шагал по селу, Вспоминал о друзьях, И увидел вдруг Женщину с малышом на руках, Не глаза, А два солнышка Синих зажглось. На Илья, Вопросительно я произнес, Озаривши меня Бирюзой своих глаз, Извините, сказала, Но не знаю я вас. Видно кто-то, Видно имя мое, Дорогой ветеран, Подсказал тебе кто-то Из наших сельчан, Я ей все рассказал, И вздохнула она, Я в него-то ведь Тоже была влюблена, Он на фронте, Как видно, Был отважен и смел, А вот мне Даже слова Сказать не посмел. На прощанье на мальчика Бросила взгляд, Ну-ка, ручкою, Дяди, помашем, Шавкат. И мальчонка послушно Ладошкой махал, Я же вздрогнул, Как имя его услыхал. Спи, спокойно, мой друг, На литовской земле. Побывал я, Шавкат, В твоем тихом селе, Где подругу твою Постречать довелось, Чье пресветлое имя Ты с собою унес. А когда говорил О тебе ей слова, Помутнела В глазах у нее щенева. Значит, В сердце ее О тебе памяти есть, Если Сына она Назвала в твою честь. Где ты, Анна, Жена моя? Слушай сюда, Мы с тобою расстались В сорок первом июле. Разлучила нас, Аннушка, Злая беда. А вери не беда, А немецкая пуля Развела между нами Эпоха мосты. Как ты там без меня, Как там выросли Дети, И добрее, и мягче, И красивее, чем ты. Анна, Слушай сюда, Я не видел на свете. В двадцать пять С пятерыми Ты осталась вдовой. Ну, легко ли в эти годы Вдовой становиться? Ты прости меня, Анна, Я выдержал бой, Не сдержал только слово К тебе возвратиться. Я тебя не спрошу, Как ты жизнь прожила. Ты скажи, где брала ты И терпенье, и силы? Ты одна Ребятишек моих подняла, Научила труду И добру научила. Если б чудо, Как в сказке, Случилось когда, Хоть на час или миг Я к тебе б возвратился, Нас безбожью учили. Но слушай сюда, Я бы встал на колени, И тебе помолился За терпенье твое, За работу твою, За твои испытания В долине сладкой, И за то, что фамилию Носишь мою, Оставаясь вдовою И верной солдаткой. Я прошу тебя, Анна, Ты на зорьке, Приди и горячей ладонью Коснись обелиска, И солдатское сердце Затрепещет в груди, И не ты мне, А я поклонюсь тебе низко. До призыва в армию, конечно, нам пришлось вдоволь поработать в колхозе. Хоть я и учился тогда, уже семилетку заканчивал, А учеба была, Только я и в школу тут же отправляет на уборку, Там и картофель и прочие, Всякие там работы. Да, ну вот, Об этом и стихи. С заросшей, Как будто непаханой сроду, Лежишь ты Забытым клочком целины, И снятся, наверное, Экс-огороду Суровые годы Суровой войны. Наверное, и мы снимся, Малый да старый, Эпохи военной Двужильный народ. Завалила война нам на плечи Гектары колхозного поля, Да плюс огород. А он огород-то У всех под окошком, Он главным кормильцем Для каждого был. Великое чудо деревни – картошку. Он чудом На проклятых сотках родил. Картошка деревню И город кормила, И хлебом была, И валютой была. Такие налоги Бывало платила, Как и не снятся Уж людям с села. А я вспоминаю, На первое мае Мы в полдень Закончили сеять. И вот тепло председатель Нас всех поздравляет, И всех отпускает Пахать огород. А лошадь, Не спрашивай, Их два десятка, Они еле-еле стоят на ногах Сердечным, И им, как и людям не сладко, Они до света находились в плугах. Но мы и не робшим, Но мы не злословим, Мы шире расправили Плечи да грудь, Мы молча веревки И палки готовим, Чтобы впрячься И дать лошадям отдохнуть. Попарно Гуськом Друг за дружкою встали И палки зажали В свои кулаки. Раз-два въяли, Еще въяли, И вот пошагали С земли бурлаки. В ту горькую пору Картины такие Творились безрепенно В сельской глуши. Да только ли в сельской, Когда вся Россия Впряглась, Как и люди В такие же гружи Железную волю, Железные силы, Железную душу Она напрягла, Сквозь грозы и слезы Страну вывозила, Сквозь беды и смерти Всего дня везла. И вывезла, Вынесла, Как ей не тяжко, И снова становится В центре земли. А все потому, Что в единой упряжке И мы Вместе с нею В историю шли. К нам в избу Сегодня Цыганка вошла, Как в песне цыганка За руку брала, И вот прокатилась В притихшей избе. Голубчик, Давай погадаю тебе, Ты будешь Счастливый, Ты будешь Богат, Дороги тебе Дорогую предстоят. По скорой В отцовской Ворочишься Дом, По поздней К подруге, Что в сердце твоем. Она ж по тебе Не страдает, Другая Крестовая Любит тебя, Опасен для сердца Крестовый огонь. Давай, Сизый голубь, Клади На ладонь. Цыганка, Цыганка, Довольно Чудить, Тебе не цыганка О счастье судить, Ты счастье сулишь, Не жалей прекрас. А я уже счастлив Сегодня, Сейчас. Я счастлив, Что снова В родимом селе, Что я не пригнувшись Хожу по земле. Я счастлив, Что вижу Друзей и родных И мирное небо Без туч Грозовых. Ты мне говоришь О дорогах, Про дороги пути. Да мало ли их довелось нам пройти, За мирное солнце Родимой страны Мы шли без дорог По дорогам войны. Зачем ты, цыганка, На ладонь ты глядишь? Зачем ты, цыганка, Не то говоришь? Да знаешь ли ты, Что вот эта рука Была в сорок первом Рукой мужика. Она и пахала, И сеяла хлеб, Сжимала топор, И лопату, И серп, Она на работу Спешила чуть свет, И было всего ей Четырнадцать лет. А в год сорок третий, Мой год грозовой, Она уже стала Солдатской рукой, Еще не обняв Никого из девчат, Она прижимала К груди автомат. Зачем ты, цыганка, Глядишь на ладонь? Зачем говоришь Про крестовый огонь? Я помню другое, Как вышли в тот год Крестатые танки В крестовый поход. Я знаю другие Похлешче огни, Что дамским огням Далеко не сродни Всех жарких огняк Полыхала страна, И нас, Щеных, Крестила война. Цыганка С глазами, Как черный агат, Ты мне нагадала, Что буду богат. Вот в этом, цыганка, Ты вроде права, По-своему понял Твои я слова. Я тем и богат, Что остался я жив, Валютных богатств И палат не нажив. Я тем и богат, Что живу и дышу, И горькие строки О прошлом пишу. Но главным богатством Всему вопреки Считаю цыганка Свои две руки. Все могут они И пахать, И косить, И лишь Подаяния Не могут просить. Позвольте сказать, Дорогие поэты, Кто дышит поэзией В нашем краю. Да многое нами Воспето и спето, Когда выражаем мы Душу свою, Мы каждый по-своему Блилики пашем. Но жаль, Что порой Содержание стиха Не пахнет ни Русью, Ни временем нашим, Хоть ставь под стихами Любые века. Мы жизнь наблюдаем Сквозь рамы двойные, Не слыша, О чем За окном Говорят. Не знаем о том, Что хапуги России Химичат, Ловчат И казну Торможат. Они всю Россию Кольцом Окружили, Чтоб сесть На нее, Как на лошадь Верхом. О, Как она ждет, Чтоб ее защитили Поэты России Гражданским Стихом. Ах, Как она ждет От нас Мощного Слова Зубастой, Гребастой, Могучей Строки, Чтоб наши Глаголы Звучали Сурово И были Остры, Как в Атаке Штыки. Чтоб Слово Поэта Во всю Свою Силу И Гнев, И Протест Выражалось Сполна, Чтоб Верой И Правдой России Служила. Она Ведь У всех У нас Только Одна. Ну Дорогие Субтитры создавал DimaTorzok